Продолжается второй сезон инициативного бюджета. В его рамках на реализацию проектов из бюджетов районов и городов ожидается выделение более 1 триллиона сумм. Об этом и многом другом говорили в рамках организованного в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан форуме. В первом сезоне инициативного бюджета более 2300 проектов были объявлены победителями. Почти 5000 граждан участвовали в их продвижении с помощью своих голосов, благодаря чему на их реализацию было направлено 1,2 триллиона сумм. Во втором сезоне гражданами выдвинуто более 60 тысяч проектов по улучшению инфраструктуры, дорог, школ и других объектов. Обсуждению именно этого процесса и был посвящен международный форум, где говорили об открытости бюджета и вовлечении в его формирование обычных граждан, практики партиципаторного бюджетирования в Узбекистане, о проблемах и пути их решения. Последние несколько лет мы стали свидетелями повышенного внимания к обеспечению подотчетности и прозрачности за счет более активного участия общественности в процессе реформ в Узбекистане. Организованный форум позволяет в том числе изучить мировой опыт в направлении партиципаторного бюджетирования. Работа же может быть улучшена в нескольких направлениях, например, обучение граждан, расширение возможностей и участия путем объяснения важности не только предложения проекта, но и голосования за другие проекты. Другое направление. Важно, чтобы продолжали вовлекаться граждане и гражданское общество, и в то же время разные слои общества, молодежь, женщины. В-третьих, дополнительное финансирование. Так вот, это те меры, которые следует обсудить и, конечно же, адаптировать к системе Узбекистана в рамках существующей модели. Целью проведения данного международного форума является объявление новых тенденций и новизм в сфере инициативного бюджетирования, а также внедрение в нашей системе новых идей и нововведений. Инициативный бюджет поможет демократизации общества и вовлечению граждан в бюджетные процессы. Голосование же по предложенным проектам в рамках второго сезона инициативного бюджетирования продолжается.